Всех с добрым утром. Сегодня пьем чай с утра, он оказывается не простой липун, я его открыл с каким-то ароматом, прям вообще кайфую. Ну, такой непритарный. Включил, короче, все-таки старые фильмы «Сокровища нации». Нравится мне фильм, безумно. С самого начала начал. Смотри, жду загрузку. Пока не нашли, Миша уже на загрузке. Лучше просто остановиться, и ж народ покинуться. Так что, все, смотри. Ну, а у меня в машине, видишь, чистота. Пару слов наставлений водителям, да? Да, ребята, я бы хотел пожелать и удачи на дорогах, ничего, и так, наверное, все желают. Хотелось бы нашему брату сказать такое наставление, чтобы поменьше ребята мусорили, вот так вот хабарики кидали и так далее. Особенно, наверное, дальнобойщики поймут, в бутылках свои биотуалеты они раскидывали по обочинам. Это пиздец. Везде, это просто парни некрасивые. Вы ездите в своей стране, и, блядь, в рацию все такие политики и аналитики, и тут же, блядь, летят бутылки на обочине с мусором, вот на стоянках, везде. Я вчера ехал, здесь по 108, кто-то пакет с мусором уебал, у меня, видишь, на запаске лежит. Накопился, убрал, нету баков. В своей стране живем и кидаем мусорик, блядь, не знаю, это вообще некрасиво еще. Привет кому-нибудь? Привет передаю своим детям, жене, я вас люблю, и своему Шепу, Италию Винкручу, и всем пацанам, кто работает у нас. Все, спасибо. Мы ждем загрузки. А выложишь, посмотри, потом. Окей. Все, присоединяемся к словам. Дальше смотрим, ждем загрузки. Ну что, у нас загрузка города Балашиха или не город? Короче, едем Балашиха угрозиться какими-то хернями, загрузка будет только в 9 вечера. Выезжаем потихоньку, поедем не спеша, потому что там пробки, хуёбки, и вообще посмотрим на город потихоньку, не спеша. 24 полета, какой-то хрень будет. Я снова налил чай, что-то безумно мне понравилось, ребята, честно. От него прям такой аромат. О, как в рекламе. Лептон. Лептон. Не, прикольно чай. Нормально. Поехали. Чего-то я нихрена не понял. Ехал, ехал, короче, хуяк у меня лампочка. Здесь красный, мы значок давления. Резко нахуй останавливаюсь. Заглушил быстрее, побежал, короче. Смотрю, блядь, всё сухое. Поддон сухое. Турбина сухая. Думал, может быть, с турбины какой-то там трубка, либо чё, что масло выгнуло. Ничего не понял, чё за хуйня. Фу, блядь, перепугался. Там всё сухо, блядь. Чё такое у меня случилось? Показывает, главное, масло. Как, блядь, масло? Ну-ка, тест уровня масла, как сделать? Подожди. Фу, блядь, нихуя я обосрался. Ну-ка, подожди. Но. И где давление? Тут должна быть половина, блядь, уже его. Сам датчик, что ли, ебёт в голову? Ничего понять не могу, блядь. Чё за хуйня такая? Пиздец. Ёбаный в рот, почему это не КамАЗ? На КамАЗе, блядь, пошёл, посмотрел. Пнул. Всё, лампочка красная у нас горит на давлении, да? Запускаем. Но у меня в среднем он показывал, блядь, когда идёшь на ходу, вот, половина. Чуть больше. Но это не давление. Чё за хуйня странная такая? Ну вот я, к примеру, еду. Вот, да? Что за хрень-то? Чё случилось? Ладно, сейчас будем думать. Короче, попробовал поехать. Давление вот примерно вот такое на ходу. Сейчас я посмотрю на видосах, какое оно должно быть. Но оно посередине было. Вот, отпускаю газ. Температура рабочая, то есть. Всё, вот у нас он отпускается. Блядь, только что было. Вот не хватает тому, как будто давление, блядь. Флоп загорается. Сейчас нихуя не загорается. Ну-ка. Короче, сейчас буду звонить шефу и что-то думать. Я не знаю. Вот это то ли датчик наебнулся, то ли чё. Но не может быть ничего. Что оно резко... Было-было давление и упало. Оно и не поднимается как-то. Хуй, победи. Так, ладно, звоним шефу. Это чё-то хуйня какая-то. Блядь, ну сейчас... Вот, ничего не говорит. Да, по идее, можно ехать. Хуй. Не-а, надо электрика, короче, походу. Чё тебе надо, сука? У меня аж закололось, всё, пиздец. Я, короче, увидел меня... Ну, бух, датчик, короче, красным. Всё, у меня тук-тук-тук. Тормозить, ёбаный в рот. Движочек просто не масло, не хавает, нихуя. Идеальный, блядь, сухой весь. И тут такая хуйня, это чё такое? Ну, это чё-то заёб. Либо сам датчик... Ну, я грешу на фильтра, даже если не датчик фильтра могут быть. Но они резко не могут ни с того, ни сего. Поехал, ехал, ехал, и резко, бум, упало. Это бред полный, собачий. Масло новое. Вообще пиздец. Ну, вот она, она и не поднимается, как-то я не пойму. Он как с... Вот. Начинаю газовать, а она хуйня. Чё, блядь, или насос сам, блядь, в этом. Маслоприемник. Масляный насос. Короче, электрик нужен. Сейчас будет... Сейчас шер даст мне номер специалиста с Вольво-центра. Ну, что я с ним по телефону смогу решить, я не знаю. Ну, сейчас как вариант мне... Ну, это нелепый, конечно, вариант. Отключить массу, попробовать, как бы обнулить. И заново включить, потому что панель вся электронная. Попробуем сделать такой шаг. Вообще печаль, блядь, я не знаю, чё. Если нет, то я шефу сказал, я говорю, сейчас электрика буду искать. Я буду заедать к электрику, либо поднимать кабину. Ну, я не знаю, датчик, наверное, должен стоять также на фильтрах основной. То есть объясняю для тех, кто, допустим, ну, с техникой не связывался. Стоит датчик давления. Обычно это перед фильтрами, либо, ну, в том районе. Который по проводам передает сигнал вот сюда. То есть это еще один датчик. Два датчика стоит. Ну, который передает и показывает давление. Почему на КамАЗах эту штуку стараемся мы убирать сразу с завода? Потому что она показывает нечетко, не на 100% ставятся механические датчики. То есть вкручивается со штуцером шланг. Шланг проводится. Ну, как вам там удобнее. И в панель выводится уже конкретный датчик железный. Ну, это кто его отдельно сейчас делает, потому что европанели, ну, куда не прикрекляют. И это называется механический датчик давления масла. То есть он показывает конкретно сколько давит, он столько и показывает. Но, опять же, эти датчики заводские, которые ты покупаешь, что это шланг, штуцера нужно переделывать. Потому что был случай, что вот эта обжимка штуцера на ершике, она слетала. То есть нужно эти обжимки убирать, ставить желательно свой шланг какой-то бронированный, заказать, ну, есть где шланги делают. И свой уже шланг на подва хомута хороших конкретно уже сделать. Чтобы ни в коем случае вы, допустим, спите, у вас он слетел, у вас просто все масло выгнало, ты спишь, и он у вас заклинил нах. То есть это не шутки. Ладно, пробуем, посмотрим, что он скажет. Выключим маску. Ну, пообщаюсь с человеком, но я поеду до электрики. Полный пиздец вообще. Короче, ну, просидел я минут уже, наверное, 15. С шефом поговорили, я ему скинул где локацию, я говорю, шеф, смотри, где-то электрика какого-то. Он только, не говорю, не глобальный сервис, чтобы я там застрял. И я говорю, сейчас по рации покричу, спрошу, где электрик есть. Есть вариант еще мне снять панель, потому что, когда поднимался с развязки, по правую ногу, короче, там, ну, асфальт, сделанный такими кочками. По кочкам ту-ду-ду-ду, и он вот в этот момент у меня. Ну, не епнулся, потому что я еще ехал на оборотах. Сбавил, что же это может быть у Валя? Датчик украдык, скорее всего. Ладно, пробуем. Сейчас включу. Есть вариант, говорю, снять панель, попробовать фишки, может быть, фишки. Но опять, если бы фишка отошла, она бы либо работала, либо нет. Либо одно из двух. А тут она работает, но не до конца. Ладно. Или попробовать долезть до датчика, что ли, поднять кабину, там пошевелить. Опять, там не могут быть провода. Это ему пришел пиздец. Либо пришел пиздец чему-то другому. Тысяча. Тысяча сто, да? Даже больше второго отделения. Фу, ну давай понадеемся, что это у нас просто датчик. Поморосил. Потому что еще раз говорю, ну резко, но не может быть. Если даже было на старом масле, не знаю, говорил мне, что оно бы постепенно уходило, уходило, уходило. Там фильтра, допустим, затянуло, и он не может пройти. Но опять, это на каком масле надо ездить, я не буду марки называть. Короче, не знаю, что это были за заебы, но все норм. Поехали. Мстит, мстит. Продолжение следует...